Продолжение следует... Они натарили по ликвидации лидеров, будь там в Чили, или в Африке, или где угодно. Я уверен, что оттуда растут эти ноги. Вы помните и знаете, как это было целым рядом командиров. Тем более такой яркий лидер и руководитель, как Захар Сенков. Мужественный, храбрый, умный, достойный, очень эффективный руководитель. Это преступление против всех нас. Против Донецкой и Луганской республики. Я давно говорил, нам надо признавать эти республики. Народ проголосовал, народ вышел. Народ встал против нашествия на нашу страну, этой сашистко-нацистской сфоры, от которой мы отбились в свое время года Отечественной войны. Мы теряем время и теряем таких выдающихся руководителей, талантливых, умных и храбрых людей. Мы обязаны проявить волю и характер. Мы не можем смотреть, что с конца расстреливают начеленные пункты людей, как уничтожают руководителей, как подвергают насилию детей. Мы с Донбасса приняли уже почти 5 тысяч детей. Они многие первый день перегибаются при звуке самолета или вертолета, потому что они тоже испытывают на себе это гитое давление. Надо в срочном порядке помочь разобраться, расследовать, не поддаваться на провокации, но помнить, кто за этим стоит, и что они делают, и почему это так часто происходит. С другой стороны, надо учитывать все меры безопасности по всем направлениям. Нас хотят в тяну. Очень тяжело слушать подобный бред. Ты понимаешь, что у руководства страны стоят, по всей видимости, действительно психически нездоровые люди. Если взять на секунду, что все, что говорит сейчас Зюганов, он в это сам верит, то на самом деле страной управляет шайка сумасшедших. Как можно было такого человека, как Захарченко, называть умным, достойным руководителем? Человеку, у которого на лице было написано, что это мелкий бандит. Волею судьбы, поставленной на разграбление этого региона, как можно вообще произносить подобные слова? Но на полном серьезе, на самом главном канале страны дают слово подобным людям. И вот такую ересь несут. Мало того, президент этой страны высказывает соболезнования убийству бандита и мародера. Накануне умер Владимир Войнович, великий русский писатель. Президент не сказал ни слова, вообще ничего не было сказано. Вслед Владимиру Войновичу, внешему неоценимый вклад в русскую культуру. Вообще, Владимир Путин никогда ничего не делает просто так. У меня закрадывается подозрение, что все это убийство Захарченко вот именно сейчас, не случайно, один из самых главных поводов для убийства Захарченко, именно неспокойная ситуация в стране и реакция россиян на пенсионную реформу. Дело в том, что практически все эксперты, оценивая сейчас ситуацию в России, говорили следующее, чтобы выйти из подобного кризиса, Владимиру Путину необходимо начать следующие военные действия. И очень многие предполагали, что эти военные действия, конечно же, начнутся в Украине. Это прежде всего и полномасштабные военные учения, которые озвучил Шойгу, и кадры беспрерывно идущей техники в этом направлении. И вот тебе не просто убийство Захарченко, но и реакция главных лиц государства на это, казалось бы, незначительное происшествие. По большому счету, смерть Захарченко никакой роли не играет, но из этой смерти пытаются сделать что-то масштабное и, возможно, начать военные действия на востоке Украины. Это может отвлечь людей, тем более, что сейчас по телевидению беспрерывно идут фейковые новости о том, что Порошенко якобы перебрасывает новые силы в направлении Донбасса. И хочет сейчас воспользоваться тем, что нет, так сказать, больше любимого руководителя и вождя донбассских бандитов. И если в этом сценарии действительно существует сейчас накал обстановки на востоке Донбасса, то лучшего предлога, чем убийство главаря, и не придумаешь. Всякие провокации, потому что кризис полыхает, финансоэкономическая обстановка сложная, санкции нарастают. Надо понимать, что сплочение внутри общества, для этого нужна соответствующая и финансоэкономическая, и моральная политика. Спасибо. Спасибо.